всем доброе утро я уже позавтракала у нас пасмурно какая-то погода такая пасмурная такую погоду не очень люблю но не холодно в общем я смотрите что тут делаю с этой поилкой был комментарий один что типа вот рукой лазить в клетку за поилкой и вы знаете я тоже задумалась у меня же я говорю было их были канарейки и там была поилка с узким носиком и просто его вот между против вот так вставляла и птичка пела пила пила все собрала и белое пила а в этот носик широкий я вот знаете задумалась думаю как же так и я нашла выход он широкий но он залазит между прутьев видите вот так и не надо ничего трогать то есть вот так все это выглядит просто потом вот это достанешь я так думаю и будет он пить поставила рядом с пои с кормежкой но мне кажется так логично да поел попил поел попил мы не знаю хотя я думаю что там мусор будет от ну не знаю в общем сейчас крашусь немного я хотела не краситься потому что думала очки надела все красиво а солнце нет поэтому очки то сильно не наденешь придется накраситься немного ну и волос уложить потому что мне все дыбом и за канарейкой пойду хотя я вот здесь меня место тоже нравится будет стоять правда давайте голосуйте где лучше на стене или на столе я даже не знаю жду ваших советов комментарии поэтому будем думать вместе сейчас еще нужно постелить газетку туда вниз сюда сюда где тяну же пыльно тут стояла ножи ветра были эти два-три дня страшный тут у меня листопад был от вот этого цветка не знаю что с ним делать люди видите тут растет тут непонятно что не знаю пустая как говорится хлеба не просит все я пошла краситься и гулять с чарли за канарейкой погода не поймите то ветер подует холодно застегнуть хорошо хоть надела куртку на себя думаю ну посмотрю на градусник 19 20 потом бац 18 думаю что то не то и надела куртку и неправильно сделала потому что когда ветер подует прохладно что когда не подует дух а то вообще не поймешь что творится вот опять шла шла не было ветра только начала говорить на камеру ветер подул ну как так так в общем мы гуляем сейчас прогуляем прогулит прогуляемся пойдем купим птичку вот и потом пойду в магазин для купить лак пенку очень как всегда шлятся по магазинам понедельник для чего нужен только для шопинга идем к магазину муж решил поучаствовать в процессе покупки птички и поэтому я его буду ждать он решил поучаствовать в этом так как это сказать так таком ответственном моменте выбора нового члена семьи поэтому мы будем покупать вместе говорит ты не понимаешь ты не знаешь купишь который не поет посмотрим тут разные птички а тут еще есть с красными клювками тоже только на реке чем одна из них моя какие-то есть страшненькие есть лохматые правда как они мне как мы их повезем моя птичка смотрите а он у меня просто в руке чуча не знаю будет не будет за 30 копеек это машина мужа поэтому не обращайте внимание же он такая грязная вот такой вот чарли жорик видите плевал он чуча и не жди муж тоже подготовился прилепил мне клетку представляете сейчас буду выпускать птичку еды надо мне представляете газеты нету надо взять и газету снизу и постелить газетку так что голосуем где бой лучше там или внизу он блин вам наверно не видно было как я выпустила ай пи 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 смотри тебе сейчас тебе уберу робот чтоб ты посмотрел насел надо мне сейчас насыпать еды кто это там новый давайте ими придумывать все водички налила жратвы надавала он уже кстати поел вот оттуда понял где еда да кстати это он его посмотрели это мальчик красота я вот этого выбрала с головой такой вот видите у него горит серая головка прикольный такой птичка и так рада дурочка будет мне пенс купила вот такой пучок укропа свеженький говорит сегодняшний но его видно что он сегодняшний смотрите какой классный три яблока дульсинея что он все я в общем эти дорогие яблоки но очень вкусный и целую коробку клубники здесь два килограмма смотрите какая вкусная наверное сейчас попробую очень вкусная что-то знаете совсем дешевая евро 60 целая коробка то есть получается 80 копеек килограмм вкусная на удивление всегда хожу к одному и ту же марокканцу вот у него всегда укроп есть и всегда смотрите какая вкусняшка и всегда есть какие-нибудь скидки их там два раза в магазине вот они соревнуются друг с дружкой укроп дешевле сделает в общем я тут готовлю еду сейчас немного отварю картошку с цветной капустой вот и отправлю в духовку чтобы знаете не ждать слишком долго вот но я ее прям в минут пять отварю 7 и все сейчас покажу в общем здесь картошка цветная капуста и овощи как замороженные уже соусом там как-то итальянский по итальянски вижу кабачок лук перец в общем сейчас сверху курицу положу и отправлю в духовку наверное минут на 40 200 градусов будет у нас вот такой вот обед тут я вижу что это на пару дней потому что много вот так все это выглядит и отправляется в духовку я думаю что будет вкусно добавила специи разный там оригану чеснок сушеный ну еще и в заморозке было и специи поэтому должно быть вкусно такая красота получилась что-то не ярко вот так лучше сейчас буду накладывать и кушать всем приятного аппетита вода фильтруется делаю себе чай кстати спасибо вам за ваши комментарии я его купила а все благодаря комментариям ходила 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 ну и так я когда по городу хожу в телефон все равно залазю я еще фоточку с моей птичкой выложила и залезла в комментарии и гляжу купи ополаскиватель вообще вкусно так пахнет я люблю экспериментировать у меня нет какого-то особенного особой марки особенного какого-то запаха вот этот пахнет вообще вкусно даже не вкусно а хорошо пахнет и белье вот я вешала прям вообще ну я сегодня черноту всю красила стирала и пахнет прям нереально белье я не люблю знаете такие сладкие запахи вот этот вот какой-то запах тоже вот там например цветочный они все так надоели так приелись а этот какой-то необычный такой не знаю чем пахнет клубника нереально вкусная блин только вот ее надо есть есть потому что она завтра уже может пропасть ну будет пропадать варенье сварю чаще с молоком себе забацаю еды мне завтра не буду готовить ничего не поели больше половины осталось в холодильник убрала уже видите вот так вот жрем ну ничего я мармеладиком подтянулась помните мармеладик купила в этом а не не помните наверное в этом магазине ну вот это какой-то великобританский а вообще у нас знаете что про этот коронавирус мне прям уже даже страшно становится у нас в Испании прям много случаев вчера было 57 сегодня уже по-моему 100 с лишним человек но знаете у нас какая фишка у нас не умирают люди от него а выздоравливают вот ну и как бы ну не так страшен как говорится не так страшен черт как его молюют но все равно как-то я вот думаю Россия такая огромная страна и там всего два заболевших причем на границе с Китаем в Испании как так как так столько людей странно вот а кстати да у нас вчера в новостях сказали что в России два в эти это зараженных есть а в российских новостях говорят что ни одного кому верить хрен его знает ну в общем да у нас даже в нашем ну не в нас прям вот а вот в Малаке по-моему есть случай очень страшно но если этим думать думать и задумываться как-то то лучше тогда уж из дома не выходить как говорится с волками жить поголще быть не будем о плохом ну и не думать тоже как-то не получается буду пить чай и сейчас пойду с Чарли уже на прогулку и в спортзал сегодня я вчера зарегистрировалась на на сумбу обязательно но перед этим кстати как-то знаете ветер вроде бы выйдешь вот туда вот у себя там тепло а дома холодно как так и моя лапа я ему коврик сегодня постирала а чтобы ему было веселее я сюда занесла нашу нашего нового жителя как-то вот это надо по-другому застегнуть потому что он вот так наверное вот точно она так никуда не свалит красивый как его назвать вот не знаю пишите в комментариях смотрите уже насколько насрал поет кстати поет потихонечку поет поет да Чарли тебе компания какая тебе нравится? кто там? птичка? ой кто там? птичка? птичка птичка невеличка так все это забавно но мне нужно идти уже все посмотрел? познакомился? хватит все успокойся успокойся короче все новости только о коронавирусе и знаете здесь что говорят что в Испании уже 120 человек но все выздоравливают меньше чем за неделю знаете им какие таблетки дают какие-то которые применяют при лечении спида какие-то антивирусные для лечения спида ну спид конечно не лечится но вот такие таблетки вот им дают и вроде бы как это дает для других медиков как это сказать направление где можно искать в общем прививки или лечения но ни одного как бы мертвого умершего даже он мужчина вот он уже в возрасте его выписали меньше чем за неделю его вылечили вот и что хотел сказать еще сейчас он дома его нельзя посещать и он 40 дней должен сидеть дома безвылазно скажем так но замечательно себя чувствует он сейчас по телефону рассказывал и все хорошо то есть как бы да обнадеживающие новости есть но и мне знаете в Испании очень хорошие врачи очень хорошие как это сказать как эти которые открывают разные разные фармацевтические средства да и поэтому есть надежда что что-нибудь найдут но все по телевизору говорят что маски все это фигня на постном масле и не помогают маски поэтому как бы носить маски это абсурдно постоянно нужно мыть руки там в метре быть от этого от человека который заражен ну как его узнаешь заражен или нет в общем все лечится будем надеяться что скорее уже это пройдет потому что уже как-то знаете начинает нервировать птичка я ее занесла не из-за того что там холодно на улице просто ветер да Чарли все вообще бегает не понимает что там такое почему все внимание увлекают а он такой смешной а вот поэтому ветер на улице и я вроде бы но потом все равно буду оставлять на улице потому что на улице 19 градусов где она там замерзнет ничего он летает я тут себе приготовила ужин угадайте какой правильно клубника вот и буду смотреть дальше новости досмотрю потом в общем буду отдыхать завтра на работу встретимся с вами завтра всего самого лучшего всем пока пока